Тот формат, который себя видела бы Россия, насколько мне это известно из определенных источников, там Минска и так далее, это формат аналогичной присутствия так называемых миротворцев на Кавказе, в Абхазии, в Осетии. То есть, словно говоря, их сценарий полицейской миссии – это легализовать тот оккупационный корпус российский, который стоит на Донбассе, нацепив на него голубые каски некоторые, и провести, конечно… В Днестровье тоже самое произошло. Да, это организовать инклюзивные выборы среди своих сержантов и каких-то солдат из Удмуртии, Ненецкого автономного округа и так далее. Но я не уверен, что в этом случае это получится у них, потому что слишком все очевидно, и я не могу представить ни при каких обстоятельствах себе международное сообщество, которое без потерь для имиджа, для самоощущения, просто, знаете, все-таки у этих людей какие-то ценности есть внутри, легализуют этот оккупационный корпус под видом миротворцев либо полицейской миссии. Я не представляю, каких условий должна согласиться на это Украина. То есть любой человек, президент, правительство, Верховная Рада, которые пойдут на эти условия, Москва, ну это самоубийство, знаете, мы все это прекрасно понимаем. Поэтому я бы не волновался насчет того, что там будут какие-то выборы приведены или введена полицейская миссия. Полицейская миссия, с другой стороны, при этом уровне вооружения, который там присутствует, при том количестве иностранных войск, оккупационных, российских, она не даст ничего, собственно говоря, и изменить, и не будет эффективно, потому что туда нужно вводить фактически кейфор. Это никак не повлияет на ситуацию, выборы там будут невозможны, потому что будет присутствие российского оружия, российских солдат, людей, которые будут обстреливать эту же полицейскую миссию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!